Попрошайка, гулять, 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 тихо, чего гавкаешь? Доброе утро, Харита, доброе утро, девочка моя любимая, гавка, мое солнышко, пойдем, пойдем, стой, 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 доброе, прекрасное утро, мои любимые, пятница. Доброе утро, Харита, тоже желаю, ждешь? Молодец, пойдем, пойдем, моя красавица, пойдем, мое солнышко, маленькое. Мальчики да девочки, свечечки да вербочки, понесли домой. Огонечки теплятся, прохожие крестятся. Уже цветочки тут, мои любимые, только снег лежал. Ой, красота, солнышко, привет, любимое солнышко. Ты вышла? Ты вышла? Красота. Не знаю, что видно, меня снова оно ослепило, вышло. А я на него так смотрю, прям нырнула в него, и у меня сразу в глазки ничего не видят. Ой, как хорошо, мои любимые. Время не 7 утра, на улице ни души, ну, кроме нас двух с Харитой. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да- Вот я снимаю на этот новый телефончик, потом домой приду, загружу. Ну, а если я куда-нибудь поеду... Здрасте! Доброе утро! Вон портосик гуляет с Танечкой. Солнышки. Значит, не только две души, уже четыре гуляют. Харита. Вот, если куда-нибудь поеду, то не смогу ни позвонить, ни загрузить видео пока. Где-то не найду домашний интернет или вай-фай. Или что-нибудь, не знаю. Вот снова Анечке кто-то вынес и выкинул мусор. Вот люди. Вот сложно. Вот помойка. Вот. Вот помойка рядышком. Сложно отнести. Ну, вот такие вот люди. Чтобы ей не было скучно. Чтоб работу. Чтоб работа у неё всегда была. Портосик! Только не прыгай, Харита. Да прыгай! Здрасте! Гуляете? Ой, нагулялись мы. С одной женщиной ходили, куда-то к чёрту на куличке вот сейчас кашки бросить и домой. Ой, как она радуется, Танечка, тебе. Ой, какое ты радуется у нас. Да, она так любит женщин. А этому тоже я нравлюсь. Ой, всё. Это любой. Да. Это любой. Красавчик мой. Да, поздоровайся с Ирочкой. Молодец, молодец. Умница. Погладить. Давай, погладим. Ой, сколько радости. Ахарита ревнует уже. А мы туда идём, к речке. А где вы живёте, в твоей стороне? А вот в 26-м. Вот в этом доме? Да. Бай-бай. Нет, мы уже нагулялись. Мы с вами не пойдём. Хорошего дня, Танечка. Всего доброго. Пойдём. Пойдём, солнышко. Пойдём. Пойдём, моя девочка. Золотая. Какое небушка. Солнышко, это чё зашло? Обиделась, что ли? Что я на Танечку переключилась? Ну, прости, детка. Прости, детка. Выходи. Выходи. Чё ты рассказывала? Уже не помню. Ну, значит, не надо. Люська, сюда, иди травку кушай. Смотри, какая сочная трава. Иди, кушай травку, говорю. Иди. Я её молочком попоила. И вчера купила творог, тоже съела где-то, я не знаю, кусочек малюсенький вечером, третью часть. И я её сейчас скормила полпачки. Она очень любит творог и молоко, даже кефир любит. Люсь, мы не идём. Люсь, мы не идём ни к маме, ни на дачу. Мы идём сюда. Пошли. Вот. А, про телефон же я болтала, что если куда-нибудь пойду, не сможет мне никто позвонить. Ни Юлька, ни кто-то, ни я никому. Вот так, а-то сейчас такой век. Хотя, как мы раньше без телефонов были. Я помню, нам в 86-м году поставили в Жданове тогда ещё, в Мариуполе телефон. Сколько было счастья! Вообще, это не передать. У нас обычный стационарный красный телефон был 34-25-60. Я как сейчас помню его. Вот. А у моей подружки на восьмом этаже 33-39-17. Я даже его тоже помню до сих пор. Хотя прошло уж сколько лет. 86-й, 96-й, 2006-й, 2016-й. Уже 30 сколько-то лет. А я до сих пор помню. Там телефоны каких-то друзей, соседей. Ещё что-то такая у меня память дурная. Помнит то, что ей не надо. И не помнит то, что надо. О, самокатик уже тут. Харита, садись, катайся на самокатик. О, Господи. А что это я там споткнулась? На правую ногу. Раз, два, три. Чтобы не было беды. Смотри палочка, Харита. Харита, смотри палочка. Не хочешь? Как хочешь. Вот, я помню, был такой праздник. Телефон у нас поставили. И у нас в подъезде, наверное, нам почти самым последним поставили этот телефончик. Потому что и у Иры с первого этажа был, и у враговых, и у воиновых, и у всех были уже телефончики. Только у нас не было. А, какая красота. А, какая красота. А, что это? Зонтик. Зонтик, да. Привет. А, как она пахнет. Боже, боже. Вообще обалдеть. Черемуха. Черемуха душистая. Вот. И мы как-то же обходились без этих телефонов, без мобил, без ничего. И ездили в другой город. Я помню, поехала, когда в Харьков, в Институт культуры поступала. Вот. И поступила. Я даже помню нашего хореографа, учителя, ну, преподавателя этого, Розина. Но, когда я приехала, ему было 87 лет. И он преподавал танцы, хореографию. Представляете, мои любимые? Если бы вы его видели, он был такой подтянутый, худенький. Ну, не такой худенький, истощенный. У него тельце было вот реально, как у 18-летнего парня. Он так двигался, он так... Я вообще этого не могу передать. Ну, возле него все были, как неотёсанные чурбаны. Кто-то коврик привёз. Люся, иди смотри коврик. Ёшкинка! Что ты там жрёшь уже? Нельзя! Брось! 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 Может, она плохая? Стой, понюхаю. Да вроде мне это неплохая. Кто-то тут заныкал. Может, она тут и заныкала раньше косточку. Ну, как вот у неё забрать? Я не знаю, как. У меня руки все будут вонять этой курицей. Смотрите, кто-то сюда коврик принёс. Может, кто-то тут хочет жить. Ой, хотела развернуть. Кто-то, кто-то ещё может хотеть. Какая красота! Красота! Ну, чё ты скотобаза? О, пометила коврик. Теперь он твой, Харита. Чё, сожрала косточку? Как будто ты голодающая. Позоришь меня. Ты жрёшь больше, чем я. Коза. Стыдно! Да ей пофиг. Естественно. Он уже охотничек. Вот, нашла свою добычу. Стой, Люся. Потрохаю этих. Низнюнчиков. Какие они хорошенькие. Боже, боже. Люда, Люда. Слышите, птички поют. Всё, затыкаюсь. Птичек вот послушаем. А та там шкребёт. Прямо на меня летит земля. Где птички, слышишь, Харита? СМР у нас начался. Мы пообрезали наши с вами сливы, которые мы в том году ели. Мои любимые. Но так как мы не видя всей картины, не будем их осуждать и говорить, какие они козлы. Что всё пообрезали. Ну, кто? Стой, Люся. Иди сюда. Кто-то мне звонит. Кто? Ладно, ответьте. Чё тебе надо? Кто-то... Ну, вот, молчит. Чё я буду делать? Перезванивать? Нет, мне это нахрен не надо. Как красиво. Слышите, птички поют. Солнышко, давай, выходи. Молодец, выходи. Чё ты спряталась? Прячься, выходи. Петухи орут. Петухи орут. Запах. Как будто мы в деревне. Видно в частном секторе. У кого-то есть курочки. Я слышу прям запах детства. У нас, когда мы в частном доме ещё жили, были курочки. И такой, знаете, узенький-узенький такой вот, как арочный такой сарайчик длинный. И бабушка, естественно, с её 130 килограммами не могла туда залезть. И всегда мне говорила, эрка, негодная девочка, иди яйца подоставай. Я туда залазила, а он весь был так в сене. Я там почти каждый день меняла это сено, травку сухую на чистенькую. Вот. Я туда залазила, а бабушка отсюда не могла меня не достать, не вытащить ничего. Я там сидела, наблюдала за курочками. Ну, как сидела там. Не знаю, в позе зародыша. И наблюдала за курочками, за цыплятками, за петухом. У нас Петя был вообще. Гонял и наших курей, и соседних. Ну, какой дом. Весь в каком-то хламе. Хотя, может, для кого-то это творческий беспорядок. Для меня хлам. Может, я предвзято отношусь. Так. Вот такой дворик. Вот. Дубовые листочки. Пойдем, Лисечка. Вот такая котельная у нас была в садике. Вот один в один. И вот так тоже забитая. А я там вот эту доску нишнюю так пробила. И туда, когда мы что-то кидали, или кричали, или что-то, стояли на носочках, туда еле-еле доставали. Меня там кто-то подсаживал. Я туда залазила. В эту дырку. Все боялись. А я нет. Ну, я как пацан была в детстве. Хотя и сейчас меня называют пацаном. И даже с длинными волосами. Ну, что делать. Так они видят. Пацан.